В прошлом году в Чувашии были возведены несколько крупных спортивных объектов, прошли соревнования международного уровня, атлеты завоевали немало наград. Итоги прошлого года и задачи на 2016-й обсудили сегодня на коллегии Минспорта Чувашии. Спорт в моде при любой погоде. Доказательство тому, в республике все больше людей регулярно занимаются физической культурой и спортом. В прошлом году в ряды приверженцев здорового образа жизни вступили около 460 тысяч человек. Этот показатель выше среднего не только по Приволжскому федеральному округу, но и по стране. На начало 2016 года в республике функционирует более 3900 различных спортивных сооружений, в которых одновременно могут заниматься спортом до 100 тысяч человек. В каждом районном центре возведены универсальные спортивные комплексы, строятся плоскостные сооружения, велевые катки. Проведена масштабная реконструкция ряда специализированных школ Олимпийского резерва. Сегодня все крупные спортивные сооружения, они включены во всероссийский реестр объектов спорта, что дает нам право принимать на этих базах спортивные соревнования межрегионального и всероссийского уровня. Вскоро к этим объектам добавятся новые. В столице строится центр по велоспорту «Маунтинбайку», биатлону, физкультурно-спортивные комплексы для школы имени Валериана Соколова и ДЮС США по настольному теннису и стрельбе из лука. Именно тут, возможно, и появятся новые звезды и чемпионы. На коллегии отметили лучших спортсменов, их тренеров и людей, которые внесли заметный вклад в его развитие. Сегодня я всего-то работаю пять лет тренером после завершения своей карьеры. Я подготовила серебряную призерку на универсиаду Марину Пандалкову. Третье место заняла Мария Лосинова в прошлом году на чемпионате Европы среди юниоров. Но, тем не менее, хочу, чтобы у моих учениц было больше амбиций. Все-таки второе и третье место – это проигрыш. Есть человек, который сильнее тебя, то есть у нас очень много работы впереди. Не остались без награды и наши корреспонденты. В номинации «Лучший журналистский дебют» дипломом Минспорта Республики награждена ведущая программы «Споры для всех» Екатерина Абрамова.